Давид, ну вот была информация о том, что ваш брат потерял больше половины веса, то есть он сейчас весит около 60 килограмм, это больше половины, вернее, меньше половины от того, сколько он весил до того, как попал в застенки, в тюрьму, и при этом, при всем, все равно, несмотря на выводы докторов, несмотря на призывы Украины, все-таки не соглашается оказать должную помощь Саакашвили грузинское правительство, дать ему разрешение. Вот как вы считаете, почему сам Михаил Саакашвили говорит, что это все из-за того, что они пытаются подыграть Кремлю и Путину непосредственно, вы согласны с этим? Я сейчас очень коротко скажу, что позиция нынешнего правительства Грузии, это абсолютно продолжение той политики, которую сейчас проводит Россия в отношении Грузии. И так сказать, они есть продолжение всего, что Россия творит сейчас в Грузии. Я уверен, я не надеюсь на их благоразумность, но я надеюсь на реакцию населения Грузии, на реакцию наших граждан, которые, я уверен, взяли абсолютно правильную гражданскую позицию, что надо дать человеку право на жизнь. Потому что без этого я реально наше место международного сообщества, наше место нормальное земное общество я реально не вижу. А это приведет все к тому, что мы станем губернией или каким-то добавлением того ужасного режима, что называется в этом случае наш сосед, который продолжает ту политику, которая у него не поменялась, что многие годы мы тоже прошли войну, и вот это никто ничего не уходил, это не уходило, и это все осталось. И вот сейчас идет тот процесс, тот период, и я надеюсь, что это будет переломный период, что Грузия станет реально независимой, интересной страной для всего мира, которая будет реально его частью. А вот, ну, в первую очередь мы надеемся на нашу перемогу, мы болеем за Украину, потому что, я еще раз скажу, как Грузия, как и Украина без Грузии, как и Грузия без Украины, нам очень трудно, будет очень трудно, и мы не сможем, не сможем, наверное, из-за того, что вот политика, политика и вот этой соседней страны поставила нас вот в такую ситуацию. И мы не сможем, мы не сможем нормально развиваться, если это все не закончится. Да, грузинское правительство более того еще и обиделось на Владимира Зеленского из-за шагов в отношении вашего брата. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кабахидзе, шаг Зеленского в отношении Саакашвили оскорбителен, вот так вот он охарактеризовал, но сказал, мол, в этой стране идет война, мы понимаем, мол, что они на эмоциях, поэтому, значит, не будем реагировать сразу как-то, значит, резко. Как можно без эмоций на это реагировать? Тогда, когда идет, в первую очередь, конечно, война, и идет тот процесс, когда Грузия абсолютно равнодушна к тем санкциям, которое, мировое сообщество наложено на Россию, на Путин, на путинский режим, который творит вот ужасный процесс во всем мире, а мы, наше правительство, кому-то это не ведет, кому-то ничего не происходит, и кому-то что-то ждет. И сейчас уже у них, и плюс этот человек, который есть на нашей истории, но не прошлой, еще раз повторюсь, на месте, конечно, они его боятся, конечно, они же знают правду, они же знают, что то положение, которое сейчас в Грузии, это не сойдет у них с жук. Потому что куда они собираются бежать? Куда? Если они думают, что Украина проиграет, этого не будет. Мы все выиграем, и я уверен, все станет на свое место. Спасибо вам за поддержку, Давид. Еще хотелось бы, вот вы говорите, да, о том, что, возможно, и гражданское общество в Грузии должно поспособствовать освобождению вашего брата. Недавно был митинг, буквально день назад, под клиникой, где находится нынче Михаил Саакашвили, собрались там несколько сотен людей, требовали допустить к Михаилу докторов. Однако, вот мы помним, как вышел народ Грузии на улицы, тысячи, много тысяч людей вышел, когда грузинское правительство собиралось принять закон о так называемых там иноагентах, как в России. Это был массовый, такой масштабный митинг. Мы знаем, что поддерживаются Акашвили, большое количество людей в Грузии, некоторые называют чуть ли не треть населения. Почему тогда, вот как вы считаете, почему люди вот настолько массово не выходят, когда видят такой ужас? Я это все могу очень коротко и так все объяснить. Очень много, я повторюсь, очень много людей, которые выигрывались еще со стороны страны из-за этой ситуации, очень много людей, которые просто, наверное, устали от того, от той мерзкой политики, которую сейчас проводит грузинское правительство. И, наверное, и по ходу очень многих людей притесняют. Если бы вы знали, выгоняют с работ, выгоняют, потому что они не единомышленники ненавиджинского правительства, им не дают возможность элементарно работать и элементарно играть свою роль в состоянии своей страны, в этом случае Грузии. Так что я не знаю, во что этот процесс пойдет, но я уверен, я надеюсь, что наш народ мудрый, наш народ сильный, и наш народ поставит все на свое место, потому что никто, чем наши, не могут это, так сказать, воплотить в жизнь. Потому что если вот та ситуация, которая сейчас есть, останется, и ничего не поменяется, я уверен, мы даже потеряем государственность. Это будет, я не знаю, остановление истории, остановление будущего, будущего нашего народа, и я надеюсь, что это не произойдет, потому что мы вместе, мы все победим. А мы же все знаем, что всегда правда побеждает, всегда зло проигрывает, и перемога за нами. Да, мы верим в это, конечно же. Дмитрий Гордон записывал интервью с вашей мамой, с мамой Михаила. Как она вообще сейчас, как она перенесла вот этот вид собственного сына, такой изнеможденный, который увидел сейчас весь мир? Ну, конечно, эта ситуация, ну, как можно это без эмоций сказать? Ну, может, что-то сказал. Она держится, она очень сильный человек, и я уверен, дай Бог ей здоровья, потому что она вот, что прошла в последний период, многие нормальные люди, людям этого выдержать, просто невозможно. Но она, мы с ней, и я думаю, я думаю, все будет хорошо. Я думаю, что победу вас торжествует, и все будет, все станет на свои места. Короче, сейчас надо просто с Михаилом вот это есть. Мы на это очень надеемся. Я еще не могу вас не спросить, вот месяц назад украинская депутатка Лиза есть скоро, сказала о том, что родила ребенка от Михаила Саакашвили, но она Михаила конкретно не назвала, сказала, что мой ребенок, моя любовь, для отца наш ребенок это его украинские корни, украинское продолжение, о котором он так мечтал, так хотел, и огордясь своим паспортом гражданина Украины. Михаил видел уже своего новорожденного ребенка? Я, честно говоря, сейчас вот это вообще не хочу комментировать, хотя я уважаю всех людей, которые уважают моего брата, и я сейчас не буду, я не знаю, что никого он не будет, потому что элементарно у него связь со своей семьей, со своими близкими, очень, 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 его, реально сейчас видит только своя мама и адвокаты, и вот это есть, вот это есть та ситуация, о чем мы говорим и о чем мы переживаем, что у человека нет возможности элементарно общаться со своими, со своими близкими и элементарно высказывать свою позицию и довести свое мнение до общества. Вот это есть результат. Я еще раз скажу, абсолютно здоровый Миша больше года назад зашел в заключение, а реально мы сейчас видим человека, который здоровый не то, что посетушившийся, он полчеловек и его народ не слышит, потому что он заперти. Вот это есть ужасно. А вот сейчас касательно караида, у него, по-моему, все в своей позиции. Я понимаю, Давид, я понимаю. Ну а моральное состояние Михаила какое, когда вы последний раз общались, то есть он, я понимаю, что смириться сложно с тем, что ты видишь, как ухудшается свое здоровье, смириться с этим сложно, однако, ну вот, если говорить откровенно, он не опустил еще руки, он не смирился с тем, что там, мы не выпускаем за границу. нет, вы должны, мы все знаем, и я думаю, когда он принимал решение, чтобы вернуться в Грузию, он считал, и те риски, которые могут быть, что реально, что и произошло, не то, не то, что он, что-то, какой у него моральная ситуация, не то, что у него сейчас моральная ситуация гораздо сильнее, чем было, например, до того периода, когда он вернулся в Грузию. Так что, одно, конечно, когда моральная ситуация, он очень сильный, когда то, что его физическое состояние правда очень-очень в опасности. Вот это история. Мы все следим за тем, что публикуется на официальной странице Михаила Саакашвили в Фейсбуке. Это напоследок, хотелось бы тоже ваше мнение услышать. Как я понял из одного из последних постов, там вообще Михаил заявил, что, собственно говоря, Путину остались считанные дни пребывания у власти, считанные недели. И как быстро Путин потеряет свое кресло, и как быстро, опять-таки, то есть решится проблема со здоровьем Михаила Саакашвили, сам Михаил тоже связывает с успехами украинской наступательной операции. То есть, чем быстрее силы обороны покажут свою результативность, тем меньше времени Путин будет на своем кресле, и тем меньше времени Михаил Саакашвили будет находиться в таком состоянии в тюрьме. Вы согласны с этим? Абсолютно согласен. Я еще раз скажу, я уверен, что украинцы, украинская государственность побороет победить зло, и еще мы будем жить в прекрасной стране, мы будем жить с прекрасной страной, и мы будем, у нас будет возможность еще многие-многие годы наслаждаться вот всем этим, и спасибо всем, всем людям, которые поддерживают Михаила, и которые считают, что его надо спасать, и которые надеются, потому что, я сейчас скажу, его энергия, его, так сказать, его опыт очень нужен сейчас Украине, потому что сейчас все должно использоваться для того, чтобы это все закончилось, для того, чтобы Украина победила, и для того, чтобы все были счастливы. Спасибо вам, Давид. Друзья, обязательно поставьте лайки нашему сегодняшнему разговору, пальцы вверх нажмите, это поможет большему количеству людей увидеть наш сегодняшний диалог, на самом деле очень серьезная, страшная тема, о которой должно узнать как можно большее количество людей, ну и напишите ваши комментарии, пожелания здоровья Михаилу Саакашвили, ваши мысли по поводу действий грузинской власти, украинской власти, тоже будет очень любопытно почитать. Брат Михаила Саакашвили, Давид сегодня присоединился к нам, друзья, для того, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на YouTube-канал и Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. Давид, спасибо вам огромное, держитесь, пожалуйста, в семье Михаила Саакашвили, мою поддержку тоже передайте от нашей команды. Спасибо вам большое, да, до свидания, спасибо. 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 Продолжение следует...